Всем привет, дорогие друзья, с вами Марс, и мы продолжаем проходить Ведьмака, вторую часть, Убийцы Королей. В прошлой серии мы приплыли, собственно, в лес, который прилегает к городу Слодзе. Ты не знаешь, где мы? В лесу? Это лес Йорвета. Очень смешно. Ты знаешь, кому принадлежит этот лес? Может, Йорвету? Я знаю о долине Понтера больше, чем ты думаешь. Им неизвестно, что Фолькест отобрал эти земли у Димовенда несколько лет назад. Полагаю, ты тоже принимал в этом участие? Слышите? Смердиты эльфами. Дудка. Ага, а вот и дудка. Это Вернан Роше. Последние четыре года командовал особым подразделением. Служит королю Тимерии. Лично отвечал за усмирение пред горе Махакама. Охотник на эльфов. Убийца женщин и детей. Дважды награжден за проявленную отвагу. Йорвет, самый обычный выродок. Понятно. Я так ждал нашей встречи. Строил планы, готовил ловушки. А тут, пожалуйста, ты сам явился в мой лес. Ты помог убить моего короля? Король или бродяга, разницы нет. Одним тхойны меньше. Это ты зрел. Попробуем взять живым, знаешь, подходящее заклинание? Отвлеки его. Мне надо сконцентрироваться. Давай. Слезай вниз и покончим с этим. Я жду. Ты человек бесчестия, Вернан Роше. Мерзкое насекомое, которое я раздавлю. О, старая эльфская песенка. О чем ты, ведьмак? Знаешь, сколько я видел таких, как ты, гордых Айон Сейтхи, которые прячутся по лесам. И чем они беспомощнее, тем больше жестокости они творят. Я помог убить короля тараканов. Ты меня называешь беспомощным? Да. Ты меня еще террористом назови. Нет, ведьмак, за свободу нужно драться. Никто ее просто так не даст. Очередной эльфский старец с телом юноши пытается спрятать правду за изысканными словами. Правду? Дело не в расе, да и не в свободе. Даже месть тут ни при чем. Вы здесь только потому, что кто-то очень влиятельный так захотел. Тот, кто вас использует. И не важно, корона у него, волшебная палочка, или он заправляет богатой гильдией. Одно знаю точно. Ни ваша свобода, ни ваши уши его не волнуют. У вас уже была, похоже, история с Нильфгардом. И сейчас она повторяется. Или, может быть, я ошибаюсь? Ошибаешься. Никто больше не будет использовать скетаэлей. Кого ты хочешь убедить? Меня, самого себя, или твоих лучников, которые прячутся в кустах? Трис, давай! Ну, Касая. Линн Стар, Спайр, Петлан Форс! Да уж, это поможет. Трис, ты в порядке? Прекрасно. Ё-моё, кровь из носа. Займись лучниками, они уже близко. А ты шо, ты зачем, блин? Ты ж вроде воин, не херовый. Ну ладно. Геральт, заклинания еще держатся, не отходи. Что происходит? Мотыльков у нас больше не будет. Так что сваливаем. Да, Кашель. Ой. Нет, с твой стороны их еще больше. Будем пробираться в плотзом. Это ты, Роше? Убери лапы с моей задницы. Роше. А ты думала, кто? Я тебе не мешок картошки и не солдафон. Я женщина. Я заметил. Уш. Ммм, меня тошнит. Хоть помру с рукой на прекрасной попсе. Не на моей. Я удержу заклятие. Вперед, пошли. Не трясись. Ты меня отвлекаешь. Ты цела? Да. Все в порядке. Ублюдки. Я вижу, как ты твои сапоги. Где этот гребаный город? Я почти поверил, что мы выберемся. Трис, барьер исчезает. Трис. Быстрее. Так, что я могу сделать-то, бля, еще немного магии. Бежи быстрее. Убей их. Три мага, белки. Откуда? У них маги. Готовь. Алло, белки. Ну давай, иди сюда. Йорвит. Вы знакомы? Довольно близко, только он уже не помнит. Потому я и застал его врасплох, когда убивал Фольтеста. Не бойся, эльф. Я знаю и Геральта, и его слабости. Слишком много магии разом. От этого и умереть можно. Ты видел? Да. Убийца и Йорвит. Живые? Вы кто? Значит, вы кто будете? Я ведьмак. Купец-бокалейщик, Эмгир-ван-эмрейс. Купец? Бокалейщик. Ага. А это? Добрый человек, мы чудом избежали смерти. Будь любезен, покажи, где тут можно отдохнуть. Позже мы все объясним, если нужно. Ваша правда. На рынок идите, может и на казнь поспеете. Смучьянов вешать будут. Вот краснолюда и бард какого-то. Там еще корчма, бордель. Отдохнуть можно. Бордель, это самое важное. Будь здоров. На казнь надо поспешить. Купец. Бокалейщик. Да, купец-бокалейщик, это, конечно, перебор. Верона, на чем ты вообще думал? Ну ладно. Так, поднимаем парирование. Позволяет отбивать стрелы, это здорово. Восстановление энергии в бою плюс 10. Вот это тоже очень здорово, надо будет прокачать. Но перво-наперво это все-таки поспеть на казнь. Лютик обещал, что будет весело. Золтан. Лютик. Мой агент. Прекрасно. Идеи есть? Импровизируем. Без крови. Мы постараемся. Хм. Геральт! Геральт! Ты здесь! Спаси меня! Ой, ё-моё. Дорогу, блядь. Собака. Чё, чё сделать-то, ёпта? А ну, седой, осади. Я лично знаю этих двоих и не позволю их повесить. Да мне посрать, кого ты знаешь. По закону они должны висеть. Сейчас и ты к ним пойдешь. За что их казнят? С виду они не слишком грозные. Так они с белками якшались. Девки скотоельские. А Лютик что, тоже эльфский шпион? А вот его за распутство вздернут. За что? Распутство? Барда повесить за распутство. Так в приговоре сказано. А приговор, ваш милс-ведьмак, это вам не что-нибудь? Люди! Я раньше не слышал, чтобы в славном королевстве Тимерии вешали за распутство. Здесь вам не Нильфгард. Иди-ка отсюда, во чудной. А то я за себя не ручаюсь. Забаву людям портит. Может, и чудной, а дело говорит. Я вот тоже бабу потискать не прочь. Так что ж, и меня в петлю тащить? Господин Стражник к нам тоже пару раз захаживал. Что-то без распутства. Иди отсюда, во Горвена. Тут тебе не бордель. Я пойду. Только скажу, что охота-то у него была. Да вот. Остановите казнь. Рифмоплёт должен висеть и будет висеть. Здесь город порядочный. А блядям и ведьмакам слова не давали. Ага, вот так, да. Следите, что говорите, господин Стражник. В ведьмаках я не разбираюсь. А вот Горвена баба порядочная. А ну заткнуть хайло всем! Тишина! Слушайте, слушайте. У этого вояки божьим попущением яйца гниют. Да хлопни пасть, шлюха! Ты же не станешь бить женщину? Женщину нет! Ну? Гляньте, какой он с немеловко! Глядите, люди! Он руку на власть подымает! Руку на власть. Ну да. Один есть. Эльфийку-то за что? Хотя ладно, с какой-то эль все-таки. О, текстура крутая. Понравилось. Угу. Угу. Кутые такие ненапряжные. Хотя анимаций маловато. Что тут такое, мать вашу? Я спрашиваю, что это вы тут вытворяете? Докладываю, что... П-п-п-п-п... Пошел вон, крушина! Парочку сраных ублюдков стернуть не можете! А ты, стой спокойно и руки держи на виду. На помосте либо в петле висят, либо речи говорят. А ты что выберешь? Дай, пожалуй, речь. Казнь незаконна. Правда? Во флотцами закон это я. Я представляю королевскую власть. Вернан Роше. Так-так. Синие полоски. Охотники на нелюдей. Именно. Каждый подозреваемый в связях с белками находится под моей юрисдикцией. А что с Лютиком? Он действительно осужден? Он сжег мою сторожевую вышку. Это тоже в вашей юрисдикции? Я так и думал. Это правда? Так могло показаться. Но я не виноват. Отпущу-ка я вора. Спокойно. Я пошутил. Ненавижу воров. Я могу устроить еще одно представление. На этот раз кровавое и беспокойное. Завараплюс. Или мы договоримся. В смысле? Дай мне минуту. Слушайте все. Наверное, каждый из вас слышал о трагедии, случившейся во время осады замка Лавалетов. К сожалению, это не ложь. Король Фольтест убит. Скорее всего, к этому приложили руку с Каетаэли. В эти смутные времена даже король не может чувствовать себя в безопасности. Поэтому сегодня на улице Флотзома выйдут вооруженные патрули. Объявляю военное положение. Ждите указаний. Готовьтесь к бою. Мы будем мстить за нашего короля. О, так круто. А теперь все по домам. Отличная речь. Мог бы и прямо сказать, что Фольтеста убили нелюди. Мои подданные и так знают своих врагов. В этом лесу на минуту отвлечешься, и ты уже труп. Зато в городе нелюди сидят тише воды. По крайней мере, поспокойнее, чем ублюдки из леса. А вот если сюда все-таки пролезут с Каетаэли, с нас всех шкуру спустят. Поэтому передышек здесь не бывает. Расслабишься, и конец. А с ними что? Казни не будет пока что. Скажем, я решил пересмотреть их дело. Виселица не место для беседы. Поговорим у меня. Твоих приятелей я освобожу, но из города их пока не выпустят. Жду тебя вечером. Приходи, как стемнеет. Раньше я буду занят. Понял. А, кстати. Добро пожаловать во Флотзам, ведьмак. Хм, спасибо. Они правда хотели нас повесить. Я... Я не знаю. Я же не хотел сжигать башню. Все в порядке, Лютик. Идем отсюда. Мы у тебя в долгу, ведьмак. Спасибо тебе. А теперь в трактир. Пойдем, Лютик. Выпьешь, полегчает. Заодно расскажешь о местных нравах, ханжестве и распущенности. Ребят, вы не меняйте сейпу. Куда мне там надо идти-то? Зайти вечером в резиденцию Лореда. Где она находится-то? В резиденции. Ёпта. А, вот. Хорошо, че. Давайте, медитация. Ожидание. Ну, давайте ближе к закату. Стражник, отпусти меня. Понятно. Лореда хотел меня видеть. Комендант занят. Приходи вечером. А сейчас, блядь, утро, да? Ладно. Еще давай подождем. Подождем, пожалуй, к полуночи. Тебе чего? Комендант хотел меня видеть. Сдавай оружие и заходи. Смотри за ним в оба. Погоди, волк. Мне тоже надо поболтать с господином комендантом. Вы заходите, нет? Слушай меня внимательно. Я офицер. А ты мелкий прощелыга. И если я захочу, чтобы ты... Идем уже, Роше. То есть, я так понял, мы стволы сдавать не будем. Это хорошо. А нет, забрали. С таким войском Лореда даже пьяных лесорубов не усмирит. Что там говорить про Йорви-то? Баллиста. Этот ублюдок обзавелся баллистой. Ты хоть представляешь силу этого оружия? Ну да. О да. Плечи, усиленные медными плитками. Тетива из конского волоса. Эта машина способна забросить тяжелый болт даже на милю. Умелый расчет может сделать два выстрела в минуту. Однако отдача так сильна, что выстрелить дважды в одно и то же место просто невозможно. Где-то я это уже слышал. Ты разбираешься в баллистах? Я знавал того, кто разбирался. А, неважно. Надо вывести ее из строя. Иначе мы все будем зависеть от прихоти Лореда. Они сейчас все в дугу пьяные. Я попробую отвлечь стражников. Остынь, Роше. Мне не хочется снова драться одному со всей толпой. Пока баллиста работает, никто не пройдет по Понтеру без ведомой согласия Лореда. Я этим займусь. Ты лучше иди выпей. Блин, баллиста это херово. Че сказать-то. Давно я так хораживаю. Это вот пьяная голодьба должна защищать людей от белок. Вы это узнаете? Это обычная деревенщина, которую впихнули в мундиры. Не крути здесь. Не крути здесь. Разнюхивают тут, как псы на помойке. Теперь, может, развлечемся? Прошу. О, ну давайте попробуем побороться на руках. А мне что с этого будет? Ничего. Ты проиграешь. А если выиграю? Будешь всем говорить, что победил ведьмака. Так ты, значит, и есть Геральт? Серый волк? Вроде того. Ну ладно, понеслась. Серый. Такой дурак, а. Как это вообще делается? А еще бы. А эту, знаете? Вышел молоденький эльф на дорожку. Чтоб твою мать. А красонавит ему выставила ножку. Чтоб твою мать. Что ж ты, пендюк, меня сверлишь глазами? Чтоб тебя. Старый пень меня одолел. Пойду, поем. Надо подкрепиться. Чигауча бицуха. Теперь, может, развлечемся? Я люблю выродков. А я не люблю тупых мясников. Чё надо, мутант? Разговор есть. Давай поборемся, кстати. Давай поборемся на руках. Ненавижу мутантов. Я тебя раздавлю, урод. Это мы еще увидим. Что может быть лучше доброй забавы у Камелька? Лучше только у Камелька и с водкой. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну, совсем хорошо, если есть кого оттрахать. Да ёп. На счастье, господин комендант обо всем позаботился. И правда. Иди сюда, маленькая. Дядя расскажет тебе сказку. Если у дяди денег хватит, меньше чем за 10 аренов, я и ухом не поведу. 10 аренов? Ну, ты дешевка. Ненавижу паршивых мутантам. Да ты уже говорил. Понятно, короче, злобный даун. Так, пожалуй, пока мы сюда не пойдем. Прохода нет. Понял. Давно я так хорошо не развлекался. Так, ну что, давайте прожмем талисман, посмотрим, что есть тут. Вышел молоденький эльф на дорожку, чтоб твою мать, а краса налет ему выставила ножку, чтоб твою мать, что ж ты, пиндюк, меня сверлишь глазами, чтоб твою мать, вот я пойду, настучу твоей маме, чтоб твою мать. Лареда занят. У него... Геральт, идем-ка, надо поговорить. Пошли поболтаем. Че хотел-то, верно. Что может быть лучше доброй забавы у каменька? Лотте только... Мда. Шо далее? А, подожди. Есть идея, как избавиться от стражника у баллистов. Как ты собираешься убрать стражника у баллисты? У меня свои методы. Но если хочешь заняться этим сам, пожалуйста, иди и заговори зубы этому голодранцу. Шо дальше? Подождем, пока сиятельная госпожа наговорится с досточтимым хамом. Жалко времени просто так стоять. Кажется, тут собрали стражу со всего флотзема. Надо бы осмотреться. Видел стрелка за домом? Да. Я его отвлеку, а ты попробуй пробраться на задворке. Надо бы узнать, что они так стерегут. Простите, Милздери. Я случайно услышал ваш разговор. Что надо? Собственно, у меня к ведьмаку есть дельце. Я тут кое-что предложить хотел. Давай. Ну давай послушаем. Я так понимаю, вы сюда не для собственного удовольствия явились. Ну да. Правильно понимаешь. Вы уже слыхали что-нибудь о чудище в реке? Нет. Впервые слышу. Можно предположить, что рано или поздно вам его наверняка закажут. Таким образом, я допускаю, что... Хватит уже допускать. Выкладывай, наконец, в чем дело. Наш благородный господин располагает частью ловушки, приготовленной специально для этой бестии. Так. За домом находится склад. Лореда держит там вещи, реквизированные у купцов и путников. И добра там очень много. Но ты знаешь, где именно искать эту штуковину? Именно так. Я видел, как солдаты коменданта выносили это устройство в сад. Они поставили ящик на платформе у самой стены, со стороны ремесленного квартала. Зачем ты мне об этом рассказываешь? Потому что надо как можно скорее избавиться от этого чудища. Удачи! Спасибо. Так, стражника я беру на себя. А ты попробуй пробраться во двор. Ага. Гениально. Так, сохраняемся. И давайте-ка разберемся с баллистой. Инкомендант обо всем позаботился. Не крутись здесь. Кохера. Иди сюда, маленький. Ага, поболтал, да? Дядя расскажет тебе сказку. Ха. Если у дяди денег... Чего? Епта. Молчать? Я тебя научу уважению к старшим позваниям. Блин. Во флот за меваром руки отрубают. Да я тут нужник ищу. Твое счастье, что тебя комендант ждет. Идем. Блин. Господин комендант, в саду ведьмака поймали. Давай его сюда и оставь нас. Так точно. Мы только что обсуждали кое-какие вопросы. Как я понимаю, ты тоже по делу? Комендант хотел меня видеть. В таком случае я вас оставлю. До свидания. Ну вот и ты. Наконец-то. Меня не пускали, пока здесь была чародейка. Ты ее видел? Размалевана, как маркетанка на марше. Чародейки думают, что им все можно. Я слышал о том, что произошло в Тимерии. За тобой выслали разыскную грамоту. Дело паскудное. Но я думаю, мы как-нибудь договоримся. Я представляю здесь закон. Я хочу знать, что легендарный белый волк ищет в нашем медвежьем углу. Убийцу королей. Я ищу того, кто виновен в смерти Фольтеста. Здесь? С Каэтаэли замешаны в этом убийстве. Их следы привели нас во Флотзам. Тогда тебе повезло, что ты со мной встретился. Если на руках Йорвито действительно королевская кровь, я помогу тебе его найти. Меня больше интересует сам убийца. Здоровенный мужик. Трудно его с кем-нибудь перепутать. И это он? Да. Он убил Фольтеста и теперь прячется здесь в лесах. Значит, будем его ловить. Я надеюсь, что ты на нашей стороне. На которой? Людей из Флотзама, которых много лет пытаются истребить эльфские бандиты. Бандитам нет пощады. Враг моего врага мой друг. А мы едва внесли ноги после встречи с Йорвито. Проклятые белки! Подбираются все ближе! Давай к делу, комендант. Ты ведьмак! Твоя задача защищать простых людей от чудовищ. Да. Я же охраняю людей от опасности, притаившейся среди деревьев. Вижу, куда ты клонишь. Есть чудовище, которое убивает людей, вышедших в лес за хворостом. Так вот Йорвито не лучше. Он даже хуже, потому что умнее и более жесток. Как его найти? Я не прошу, чтобы ты его убивал. Даже тебе не справиться со всем его отрядом. У меня есть кое-какие мысли на этот счет, но я не буду вдаваться в подробности. Белки что-то замышляют. Они подбираются все ближе к гавани. Есть подозрение, что они хотят захватить барку, которая у нас пришвартована. Что за барка? А что на барке? Бандиты, убийцы, насильники. Все они должны быть отправлены в лагерь Дракенборг, как только... Как только к ним присоединится их поверженный предводитель. Вишенка на торте и самый ценный трофей в коллекции Бернардо Лоредо. Точнее и не скажешь. Покуда Йорвито на свободе, люди, эльфы и краснолюды не смогут жить рядом без взаимных подозрений. Я должен разузнать, что затевают белки. Я-то как тебе помогу? Ха! Ты недооцениваешь меня, ведьмак. Я иногда пристрастен, но я не посылаю на виселицу невиновных. Хотя, однажды с нелюдьми придется что-то делать. Вот, к примеру, твой дружок Золтан. Он же общался с Йорвито. Как он мне поможет, если его за стены не пускают? Ха-ха! Не торопись, Геральт. Доверие надо строить постепенно, шаг за шагом. Убей Кейрона, и я прощу твоим приятелям все грехи. И тогда Золтан приведет тебя к Йорвито. Кейрон, это, конечно, охереть. Ну ладно, по рукам. Я попробую что-нибудь разузнать. Я верю, что ты принесешь флот Замумир, хотя ты сеешь бурю везде, где появляешься. Не подведи этот городок, Геральт. Бывай. Слышь, Лорредо... Какие новости, ведьма? А, нет. Не о чем тут говорить, в принципе. Давайте попробуем залутаться. Че есть, че нет. Да, немного тут есть, в принципе. Нужен ключ. Здорово. Вход только по разрешению коменданта. Вали от седого. Ладно. Тогда мы выйдем. Прохода нет. Да ёпта. Все, блин, под охраной. Жалко, конечно, что похерил там возможность. Давно я так хорошо не увлекал. Прохода нет. Ну ладно. Еще бы. А это узнаете? Вышел молоденький эльф на дорожку. Не крути здесь. Чтоб твою мать. А краснолёт ему выставила ножку. Чтоб твою мать. Чтоб твою мать. Вот урод. С порога развернул. Чтоб твою мать. Пойдусь. Но ты с куклой мами. Чтоб твою мать. Встретимся позже. Не забудь оружие, когда будешь уходить. Ок. Вались-то, провалил. Ну ясно-понятно, а что я могу там сделать вообще? Ах. Это, по-моему, то, что у меня было действительно. Потому что... А ну-ка. Серебро. А вот. А вот и серебро. Так, старый доспех 4. Сопротивление горению. Ну, курточки такие себе, типа. Не ахти. Кожаная вставка. Сопротивление горению. Яды. Точильный камень. Руна солнца. Ммм. Руна улучшающая меч. Да, давайте вставим серебро. В том, что вряд ли у меня будет какой-то действительно получший меч. Чё это? Чайка, ласточка. Пожарища ловушка. Такс. Ну, в принципе, ясно-понятно, да? Теперь у нас будут дела здесь. Но первонаперво нам придётся разобраться всё-таки с чудовищем, которое тут завелось. У меня мысля появилась. Что ещё, шалага? Мысля появилась? Офигеть. Ты мыслитель прям. Чё, надо будет в таверну зайти. Попить тут с лютиком. Доска объявлений. С золтаном. А, да, надо было на доску. Может, есть что интересное. Ну да ладно. Оу, текстурки. Прогрузитесь, пожалуйста. Спасибо. Огромное. Что же, дорогие друзья, пожалуй, на этом я закончу серию. Всем спасибо за просмотр. Увидимся уже в следующей. А тут есть какой-то бойцовский клуб или нет? Да, похоже, что есть. Сейчас посмотрим. Ведьмак пришёл. Да, есть. Ой-ой-ой. Так что, это всё здорово. И в следующей серии начнём пить морды, решать дела с белками. И всем пока. Всем удачи. До новых видео. Пока.